добрый вечер добрый вечер всем кто меня слышит сегодня начинаем немножко расширяем наш формат про ротор и сегодня наш гость наш основной спикер который будет отвечать на мои ваши вопросы уже появился Илья Ионов многолетний капитан ротора которому недавно исполнилось 35 лет и вот сегодня он сегодня он у нас в Ставрополь да привет Илья продолжает карьеру там но вот спасибо ему конечно что все таки связь с ротором и связь с волгоградским но я имею ввиду с ротором в таком глобальном смысле этого слова потому что ротор это не только команда это и болельщики которые конечно интересуются и всеми игроками которые играл и тщательно следят за выступлениями за статистикой и с тобой в том числе Илья давай наверное начнем какая там в Ставрополе погода чего там у вас как да ничего погода хорошая чуть наверное по прохвань чем волгограде но тоже довольно таки жарко последние дни я думаю тренировка тебя сегодняшняя не очень утомила потому что вопросов много подкопилось к тебе уже да нет в принципе такая более восстановительная была хорошо Илья давай это твой девятый заход в зону юг я посчитал туда ты 2000 ты еще в 2004 году дебютировал легендарная команда торпеда ловский которая собственно воспитала тебя и сделал тебя тем футболистом заложила в тебе основы которые вот в течение стольких лет мы могли наблюдать и я так понимаю что наверное закончишь круг этот замкнешь тоже в зоне юг да она сроднилась ну да скорее всего так получится не знаю почему динамо спрашивают почему поступило предложение просто главного тренера но это предложение разговоры еще в том году были летом но я был на сборах с ротором поэтому не срослось а в году так 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 как контракт закончился мы созвонились главным тренером обсудили условия я узнал тут у ребят который знакомый Игорь Крутов Ромка Семягин с ним переговорили как бы других вариантов я уже практически не рассматривал принял решение приехал сюда ну то есть такая вот сложилась комфортная для тебя да да предложение люди знакомые и тренер заинтересован да 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 это самое главное было одной из самых главных просто из так сказать из команды лидера фнл который уверенно вышел в лигу повыше там думал что может быть там какие-то были будут еще предложения там ну как бы обращались да и к агентам и к знакомым там тренерам и к футболистам которые могли там с тренерами поговорить ну что-то где-то везде говорят что возраст уже и никто никуда даже не позвал ни на просмотр ни на контакте то есть возраст все-таки такой фактор риска для многих так вот подействовал да 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 ну надо сказать надо отдать должное динамо делает правильный выбор потому что по статистике я посмотрел у тебя просто там прекрасная статистика в пфл ну я имею ввиду там не я не беру твоей там компетенции как защитника я имею ввиду атакующие действия 173 матча 22 гола тебя пфл но я уже и здесь успел отличиться 4 игры 2 гола с ротором гол незащитный вот 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 я вот я все к этому иду что финал не так здорово конечно там 60 матчей один гол первом сезоне но зато победной балтики помнишь да да конечно помню как было делал подачу углового остался один ну как обычно пробил но вообще вот все свои голы помнишь так сказать нет скорее всего не все но многие запоминаются ну хит-трик на олимпии помню пересматриваю как какое-то чудо имени илья ионова илья ну вот скажи пожалуйста ну вот исходя из этого вопрос конечно вот не говоря про уровень да все таки мы говорим что защитников берут для того чтобы защищал да то есть соответственно но все равно в пфл у тебя забивает получается забивать больше там вот секрет этого вот вот этих вот прорывов заключается в том что там немножко как-то тебе дают больше свободы или то есть фейнел требует больше защитных действий а там или все-таки там какая-то другая причина ты сам чувствуешь какую-то раскрепощенность да не сказать чтобы какая-то раскрепощенность ну понятно дело вторая лига уровень мастерства все равно соперника чуть пониже поэтому удается то есть все таки я вас больше все таки от соперника да ну скорее всего на больше от соперника в этом но я думаю что голы это не только мастерство но и уверенность до большая часть да то есть когда надо поставить финальную точку должна быть максимально не только сосредоточенность но и в общем-то уверенность расслабленность так скажем скажи пожалуйста как с ротором расстались вот все ли все ли все ли тебя удовлетворила я имею ввиду какие ну я уже понял зимой что со мной расстанутся потому что после первых сборов сказали что главный тренер на меня не рассчитывать но это было из устом саника бельчука администраторы и потом я просто разговаривал с поносиком и все как бы не тренерский штаб никто со мной на связь не уходил после первых сборов не на сборах мне ничего не сказали после в последний день что расстаемся там и все я как бы начал тренироваться с дублем уже было понятно что дальше контракт не будет продлён поэтому обида может быть есть но это это вот я так полагаю такие какие-то традиции уже сложившиеся в этом плане то ли от скромности то ли от какой-то недальновидности или так далее потому что такая ситуация собственно была у тебя да в 2017 году ну да но там чуть-чуть другая ситуация была то что был с павлов и у него его попросили тоже на выход то что они выполнили задачу и новый главный тренер понятно что он не видел меня у меня контракт закончился и как бы это одно а когда тренируешься с новым главным тренером доказываешь нам показываешь себя и ничего не сказать может быть ну я-то я даже так может быть не в том контексте хотелось бы потому что там же была другая история да то есть когда с тобой расстались когда с тобой сказали что ты не подходишь и все и тогда не подходишь в смысле не вписываешься там в тренерское видение да а потом оказывается без тебя то как-то сложновато да потом была там аренда в сызрань тот легендарный не аренда была у меня тоже контракт закончился да 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 контракт заканчивается на полгода уходишь потом приходит новый главный тренер возвращается так и в сызране получилось вот нет ли у тебя ощущения что такая ситуация может повториться потому что на правом фланге там как 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 ну то есть как не было замена и так скажем альтернативы для песку нового так ее нет собственно и ты сам это наблюдал к матчу с динамо ротором еще вернемся но вот нет у тебя вот такого внутреннего ощущения потому что всегда футболист чувствует что что вот сейчас скорее всего уже нет уже не уровень другой да я думаю что они будут искать сейчас других людей ну давай давай еще отметим наверное еще один такой фактор уникальный для вообще для лиги ну во всяком случае такой не помню чтобы вот болельщики проявили такую твердость и такую последовательное требование сформулировали вплоть до там до тех самых письменных форм ультиматумов до верните илью ионова в команду понимаешь то есть и соответственно тебя возвращали это не только как там как игрока или как игрока там нужного там в этот момент команде но и как человек который может мобилизовать там с точки зрения там атмосферы в раздевалке и так далее сейчас тоже так вот нет такого ощущения что вторая волна пойдет сложно представить это даже понятно что болельщики любят болельщики хотели бы но тут все равно другой уровень и люди руководства я думаю понимают что что нет смысла даже сложно сказать что они понимают если бы они понимали наверное все таки те обстоятельства которые ты о которых ты говоришь они бы наверное как-то по другому реализованы были и такая история она же не только с тобой правильно то есть с такими же отношениями из такой из такой же как бы недосказанностью не понимание ушел и миша опарин и калмыков уехал как-то неожиданно и по-английски не попрощаешь и собственно это такая какая-то нездоровая тенденция для тех игроков которые видят или так далее ну ладно вот наш один из подписчиков александр м 78 сложный да вот он тоже интересуется это вот тренерское решение все-таки и или все-таки такая вот какая-то необходимость клуба как-то как по твоим ну я думаю что возможно это было не тренерское решение на мой взгляд что зимой даже можно было также на сборах оставить ничего там сверх естественно конечно потому что потому что другого человека не взяли правильно взяли добнюю как бы на мое место ну где должен дом не вернулся уже в туалетом вернулся на все и соответственно я думаю что там решение других людей которые хорошо надо было освободить место просто для своих хорошо кротору мы еще вернемся давай понемножку чуть про твои нынешнее место работы как я так полагаю приняли хорошо судя по тому что до разобивался судя по тому как мы видели этот отчет и нарезки этой матча ты был там не только на справа фланге но и штрафной площадке наверное большей части гол твой не рассчитали скажи пожалуйста вот динамо ставрополь что за команда видели турнирное положение 6 место но хотя вот по игре который был ротор что-то как-то не очень верится что это планка этой команды какой там какая какой футбол ставит тренер что от вас хочет и вообще какие планы динамо ну ставим и контроль мяча за счет за счет своей игры будем играть есть опытные футболисты которые премьер лигу прошли есть молодые которые которых надо подтягивать за это того же лимит от два там футболиста молодых должны играть по задачам пока конкретики нету но мы ставим для себя задачу скорее всего в тройку попасть потому что по уровню мастерства уровню мастерства футболистов тут не собраны мальчики для битья а то что собраны квалифицированные футболисты тем более возрастные которым надо кормить семьи будем биться в каждой игре за победу будем биться за чемпионство конечно тяжело сказать покажет первые игры и не наступит ли это опять-таки вторая волна пандемии если не прервется чемпионат то я думаю что за тройку мы зацепимся ну я даже не сомневаюсь вот судя по тому настроить там как как там как развивалась там ваши стратегические тактические мысли на поле там это очень ну знаю что там одним из консультантов таких стратегов вашей развития вашей команды наш общий знакомый твой тренер лев иванов как он там там советы ну в этом году его нет в эту в этом году он не будет по-моему главным тренером ну по консультантом ну да его не будет потому что его сейчас нету два тренера работают хорошо еще вот вопрос пришел вот 10 10 сезонов пфл 5 фнл какой особенно запомнился или я тебе первый фнл или последний когда врывали все зону юг 2 сезона в зону юг скорее всего запомнился запомнился когда мы выходили когда выходили в шестнадцатом году да и и в двенадцатом году до 11-12 где у тебя конечно шесть и пять мячей да не не то что мячин то что атмосфера была команда была команда была единая целая борьба за результат за задачи которые нам поставили чтобы уединились были одной семьей хотя последний этот шестнадцатый год мы не были фаворитами не были там и не ставили задачу выхода изначально все тоже было на игры но пошли пошли игры начали побеждать начали почувствовали уверенность и так и дошли до ну побеждать от этой так скромно начали выносить всех по одному всех и лидеров и записных и не очень-то и так далее но вот скажи вот до сих пор этот вопрос мучает и меня и всех вот все-таки на твой взгляд вот сейчас уже время прошло уже там финал уже это не такое уже там так сказать это не тот черт которого там малю это уже пройденный этап можно сказать для команды вот в том году да когда вот вышли фнл когда заменили всю команду оставили там тебя и там еще там несколько человек наверное просто для тоже какого-то там и кивок но тем не менее заменили всю команду вот тут стоило ли это делать стоило стоило ли вот так вот радикально подходить и там вот этими не применять эти штампы что вот команду уровня пфл не потянет файнер на мой взгляд точно не надо было это делать можно было точно усилиться хотя бы там 50 на 50 оставить состав и потому что опять таки было мало времени на подготовку всего лишь месяц и валерий вячеславович ему тяжело было скомплектовать команду наиграть что-то какие-то связи поэтому так тяжело получилось ну вот на этот за это время он как-то вот признал эту ошибку как-то вот сетовал на то что вот надо вот можно было вот а здесь либо отыграть вот это все время назад я по-другому поступил было вот какая-то мысль нет опять по моему такой мысли не было еще сложности было то что мы не играли домашние игры да да что восемь туров переезды до 8 туров домашние игры в астрахани перелеты ночные тоже было тяжело подготавливаться каждой игре еще и в этом был факт потом все совпало новая команда и болельщиков нет все друг друга первый раз видит и все тоже интересный вопрос на мой взгляд сколько у тебя тренеров было за это время считал так считать точно не читал вспомнить есть но два десятка было бы но я имею за всю карьеру два десятка не я скорее всего не был где-то близко в волжском просто волжском всегда петренко был вот так потом бурлаченко ну нет двух десятков 10 10 10 наберется но хорошо тогда вот сконцентрируйся пожалуйста вопрос такой вот один то есть вот только один можно сказать вот кто из них из всех вот их был лучший мотиватор для меня лично был павлов вот с точки зрения вот эмоции с точки зрения вот этих вот слов и так далее да а кто был лучшим тактиком и стратегом кто лучше объяснял как что-то надействовать на поле и кто дал тебе вот самый высокий прогресс как игроку по ощущениям ну за счет того что он тебе доверял да да и тебе хотелось это оправдать доверие ты рвала металл не только там в играх но и на тренировках ну да ну ты этот так вопрос я поставил немножко так заранее потому что вот недавно буквально вот на днях вышел фильм да еще и кроме профессиональной деятельности еще и другую осваиваешь очень успешно сферу деятельности это искусство и вот наш коллега да наш тоже денис денис ленга ленга не знаю честно не знаком да ленга да извини извини не знаю что наверно ты смотришь там это но просто незнакомый поэтому вот не знаю вот он снял короткометражку такую ну на мой взгляд гениально потому что так вот попасть и с последним матчем зенита и который сейчас вот тоже круг замкнулся интересный этот кармический 2004 году ротор заканчивал там с этим матчем зенитом да то есть 25 когда проиграли и вот спустя 16 лет он выходит как раз в стартовом матче против зенита и у тебя так же в принципе даже в 2004 году ты только пришел молодой и в общем-то перспективный игрок торпеда вовский в 2020 году спустя 16 лет вывел команду уже ротор уже высшую лигу вот просто гениально и там конечно вот это звучит вот этот еще и там закадровый дикторский текст на сцениона когда там голы считают ротора там ну просто вот я как как лично там вот за дениса порадовался его такой вот чутью его такому художника но еще я порадовался как бы вот за тебя потому что вот та речь которая была произнесена перед вот пацанами да то есть но я боюсь что они не думали в то время что они где-то снимаются да потому что они с таким глазом на тебя смотрели что в общем-то сложно это сыграть вообще ну детям и вопрос мой такой вот вот это вот речь я где-то произносил ребятам это правильные слова эти вдохновенные слова таки с мурашками по коже и вот скажи это вот какой-то уникальный текст или ты уже где-то слышал в раздевалке вот эти слова от всех вот своих наставников наставников нет а то что уникальность ну это можно так сказать прописанную то что прописанный авторский текст который мне дали ну там немного ну дали как бы подобие там слова подбирал я сам можно сказать но я вот я на съемках было несколько тублей они были все разные там все что из души шло то то я и говорил ну ты вот ты как-то воспроизводил то что ты слышал от других или вот это вот твои мысли какие-то это было чисто от себя уже от себя да то есть вот вот так вот в раздевалках большие три тренеры не говорят да они как-то по-другому как как-то придают мотивацию вам потому что мы видим что такие слова часто часто звучать нам в раздевалках реал мадрид там тоже сидам да вот известный ролик примерно там тот же там в пл мы часто видим эти такие вот именно вот вот так вот выстраивание таких вот такого контекста для всех футболистов а для детей это тем более ты вот или ты оттуда брал пример или вот из своих каких наставников там как-то вот пытался да даже я не могу понять вот от наставников это шло или бы ну больше это от себя шло то что я вот чувствовал то что наставники у каждого свой подход кто-то может кричать там в раздевалке кто-то может спокойно объяснять тот может просто дать установку сказать готовьтесь все поэтому то есть каждого каждый 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 ну хорошо не будет тебя мучить но в завершении хочу сказать что вот этот опыт он тебе понравился как как такой да конечно очень понравился я благодарен денису за эту возможность сыграть хоть в таком коротком но все-таки фильме про наш наш ротор поэтому очень приятно большое спасибо было конечно непривычно но старался как мы ждем продолжения я думаю у дениса много идей я думаю что увидим еще неоднократно потому что понятно что человек вовлеченный возвращаясь тренером хотелось бы тебя спросить вот что говорил говорил обычно или как как говорил в этой связи игорь менщиков как он вот на пресс-конференциях он производил впечатление человек который ну если и может зажечь то вот с очень большим каким-то нужно большой какой-то там большую канистру керосина чтобы он там поджег что-то в раздевалке как он находил слова такие что вот вы выдали такую просто феноменальную серию и для него как для тренера но и для ротора собственно обеспечив вот этот вот рывок этот не ну игорь анатольевич был ну как бы так сказать ну заряжен был и нам давал заряженность вот эту свою эмоциональность был и в раздевалке такой и на бровке как бы и в тренировочном процессе то что мы должны там умирать на поле потому что волгоград и волгоградский ротор всегда был таким бойцовый как он говорил бойцовая собака по то что если не выиграем то покусаем всех и на поле не будет выжженной земли вот денис тебе говорит что илья ты лучший вот я воспроизвожу но мы в этом не сомневаемся ну то есть вот игорь анатольевич он на там как бы тогда публичной плоскости он другой нежели в в раздевалках он совсем огонь да или ну да да меняется да ну вот кроме вот этих воззваний кроме там таких как бы вот этой патетики которая конечно важна но если уж там как бы не бежит там да то что хочется этим конем делаем он все равно будет отстающим что вот что то что им удалось поменять в раздевалке в атмосфере вот так что команда заиграла совсем по-другому ну придал уверенность придал вот это вот придал огня команде что мы побежали куда и добивались этих побег но он бы вот он работал как-то со всеми вами вместе обычно ну то есть какую-то коллективную терапию делал такую внушительную да или находил какие-то индивидуальные такие там подходы решения да нет больше коллективно больше коллективно да но тренировки такие были что огонь огонь стоял например на тренировках да да все оттуда оттуда огонь начинался а потом уже в матче он просто там переносился так бережно-бережно и незаметно для соперника скажи пожалуйста вот твоя версия потому что понятно что никто и так еще и не озвучил вряд ли там кроме игоря анатольевича и дирекции самого ротора не прояснит эту ситуацию на твой взгляд почему игорь поменял этого там марта и ловского журавля на там синицу эту тюменского еще непонятно мне тоже сложно этот вопрос ответить но я думаю что поступило предложение от тюмени и я думаю что он понял что даже если команда выйдет в премьер лигу что он не будет не останется главным тренером повторение 2017 года да да ну наверное наверное так где-то она так близко к этому да то есть также как игрок чувствует там свое внимание или свое там внимание или полезность или нужность в команде так и тренер наверно тоже у него тем более игорь он поработал во многих клубах у него там в этом плане все четко там да хорошо вернемся вот в этот уникальный 2018 год для тебя мы уже про него говорили что там этот отъезд сызрань был который не совсем такой этот не совсем понятный ну командировка назовем так не аренда командировка какой-то и этот матч который был который был в одной тресторой кубка россии да вот какой как там в августе вам было да в конце августа да в конце августа вот скажи пожалуйста вот этот матч был какой каким-то особенным вот ну понятно для тебя да а вот твое твоя какая-то вот энергетика или твои какие-то вот мысли желания они как-то вот ребятам передались потому что бились там конечно как будто вот все приехали из ротора командировку я думаю что да я изначально ребятам говорил что для меня это особенный матч я хотел доказать то есть ты озвучил это да ну да ну может быть там не не всем но многие знали многие догадывались что да и так просто приезжает когда команда рангом выше и на кону стоит можно сказать престиж престиж и раз с командой премьер-лиги мы просто выложились отдали все силы чтобы пройти дальше но говорят что в сезоне у команд всегда есть один матч который если она выиграла то сезон удачный если она не проиграла если она проиграла то остальные уже не так важны вот для сызрани наверное в тот год или тот сезон был наверное главный матч с ротором ну я имею ввиду потому что после этого закрыли все вопросы там нужности или ненужности команды что я знаю что там был остро стоял там деньги нашлись последний момент там что-то шла какая-то вот эта возня с бюджетом и так далее последний момент там только сызрани не снялась или наоборот осталось или где и тут скажи пожалуйста вот ну понятно что что там говорил тренер сызрани да дмитрий воецкий там понятно что он там гордился вами и плакал наверное там от такой вот такой от нахлынувших чувств а в этот день вот ну или после игры там удалось ли тебе поговорить с Робертом Евдокимовым нет я с ним даже не собирался разговаривать мы с ним не знакомы ну собирался то что он на пресс-конференции подал в отставку ну это да но я потом не приняли да ну якобы не приняли я даже там не с Бурлаченко ни с кем не поговорил он просто подошел поздравил и все поехали в гостиницу и все то есть не было такого что Илья там вот и так далее но мне мне в этой в этой ситуации очень показательная реакция болельщиков потому что ну с одной стороны вы вынесли там решили команда там Ротор лишили возможности там там турнирной борьбы и дальше дальше там был по-моему Ростов да там был Сызрани у вас да решили лишили топ матча там и стадион и там собственно как бы клуб и болельщиков там ну как бы все равно это да то есть то что для Сызрани Ротор был то что для Ротора был бы Ростов ну примерно вот сопоставимый такой интерес болельщики но при этом все конечно отметили то есть ну то есть не было какого-то негатива ни к тебе ни команде потому что был такой вот хороший такой спортивный драйв в этом в том что выиграли по честному выиграли там собственно честной борьбе и это ну даже скажем не Сызрани выиграл а Ротор проиграл наверное так правильно сказать проиграл свои возможности потому что мы ничем не уступили Ротору поведя 1-0 даже в дополнительное время нам пенальти пенальти да удаление мы все-таки отстояли поздно поздно судья там сообразил что надо делать поздно начал ну то есть в принципе как бы вот этот показатель да и этот матч наверное я тоже думаю сыграл большую роль все ну вот в плане того что появилась вот вот эта петиция появилось то что у болельщиков это засело крепко что Илью надо возвращать потому что экс-капитан многолетний лидер там в раздевалке и на поле ну конечно такими людьми не прощаются просто вот так вот и так далее то есть это плохая карма для клуба как это обычно показывает ну вот через два года ситуация повторилась у тебя да ну может быть там в другом уровне и так далее 20 там какого 27 да июля был матч Динамо 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 с Ротором у тебя прям везет на эти камбэки такие эти реванши и примерная ситуация но едва не повторилась в этом плане да мы же говорили что Ротор там выиграл с минимальным счетом за счет класса там и Фамилии Мулина и в целом команды да ну вот не было такого чувства опять таких вот каких-то таких но но так я не знаю реваншистских таких в этом плане реваншистских нет но ну че-то я немножко-то у нас со связью в Таврополе не так хорошо как в Волгограде ну я думаю сейчас вернемся вернемся потому что разговор интересный ну какие здесь вопросы ой а пока вот тут ребята друг с другом здороваются спасибо за сердечки все Илюхи признаются здесь в любви что собственно правильно делают девушки пока не очень активны но я думаю да вот вопрос про медаль я думаю возвращается Илья вопрос про медаль обязательно зададим Илья ну я говорю вот этот связь с Волгоградом все-таки получим видимо да да и болельщики тоже видишь все тебе я же тут зачитал большой этот чат и все тебе все тебе тут с сердцами и голубыми и розовыми все тебе просто забросали я думаю спасибо всем да я думаю что у тебя сегодня был такой прям день день позитивный спрашивают про медаль по НЛ вручили или нет или как в 2017 году в раздевалку в душ занесли там в 2017 хоть занесли но сейчас пока даже не знаю будет ли медаль нет я связывался там с Аней Кобельчуком он тоже пока не знает то есть по качестве комплекта не поступили да видимо нет и не знаю будет ли мне да нет должны должны конечно другое дело что как это все будет пока в общем то такой вот в ротор не научился пока ценить тех людей которые внесли этот вклад и соответственно ну как будет я думаю мы это еще обсудим и так далее значит ну мы остановились на товарищеском матче да с Динамо Старболь он был интересен конечно всем болельщикам там потому что там очень мало их пока и видели команду в связи с этим пандемией и все конечно там переживают как что как вот тебе как профессионалу как человек который непосредственно противопостоял команде на поле вот тебе как уровень команды показался вот сделай куда такую профессиональную оценку ну на мой взгляд что данный уровень команды ну будет им очень тяжело закрепиться в премьер линии все равно нужно усиление какое-то нужна глубина состава потому что сейчас первые игры пойдут там через два на третье через три на четвертый за двадцать дней августа они должны шести игр сыграть поэтому будет очень тяжело поэтому и кто-то придет ну опять-таки кто ну их нужно опять-таки да им нужно опять наигрывать да нагрелывать физическую форму какой они форме будут да то есть непонятно ну вот ну та команда пока тебя не вот нынешний там уровень не впечатлела да и то что они там были под нагрузками несколько человек основных ну вы тоже были под нагрузками что же ну да у нас тоже мы второй второй раз вышли на зеленое поле на натуральное Мы все время тренировались на искусственном Все товарищеские на искусственном Тоже тяжело было, ноги подсели Ну вот по самодаче, по игре Играли они как старше с младшим Немножко свысока Или выкладывались по полной, старались Просто не очень было По моментам видно, что прям проседали Прям выпадали из каких-то фрагментарных Очень большие отрезки временные Ну так и было в принципе Тяжело, тяжело им было видно То, что последний день сборов Там за день до предыгровой Их тоже нагрузили там очень сильно Поэтому было тяжеловато Ну что сами вот наверняка пообщался там С ребятами Как они сами Всю эту ситуацию как-то комментируют Есть какие-то Конечно без персонализации Но что сами говорят Да так мы просто там как дела Все такое Так особо ни о чем То, что дальше будет не разговаривать Ну атмосфера так хоть не гнетущая Да нет Коленки не трясутся Да нет Такого не было Ну вот ты в принципе через это проходил Тоже наверное был бы интересен Твой уже так сказать взгляд эксперта Который вот Что вот Ну если экстраполирует В 2017 году И апеллирует к этому сложному периоду Что для команды сейчас важно Что не упустить И что вот Какие надо сделать Шаги Там я не знаю Ну что Что предпринять Чтобы не провалиться Так как в 2016 году Усиление нужно Качественное А не брать там всех Никого попало Ну понятно Что уже этого не произойдет Потому что мало Ну по объективным причинам Да То есть в ротор мало желающих Там идти Потому что не очень Верят в то Что ротор будет там Выигрывать Вырабатывать премиальные И так далее То есть мне кажется В этом какая-то вот В этом проблема Ну или такой барьер Который дополнительный Который мешает там Вести переговоры И так далее То что усиление конечно будет Но тем не менее Вот что надо Как Какие слова должны быть Звучать Вот в раздевалке В это время О чем Ну ребята должны быть Единым целым просто Так что как отец сказал Главное в роторе Да Главное в танке Да вот я думаю Да То есть не этот Ну Вот Ну на твой взгляд Все-таки Какие перспективы у ротора Вот В этом В РПЛ Ну Надеюсь что На следующий год Мы окажемся В панел За счет чего Вот Ну сейчас Тяжело сказать За счет чего Нету Двенадцатого Игрока Нету Домашнего стадиона Нету Полного стадиона Нету болельщика Который бы гнали Там Не важно Кто на поле С кем играют И Ну Это да Это конечно Для ротора Это такое Да уже Привычные опции Которые Может быть Для некоторых Они Это незаметно Для ротора Это конечно Будет очень Так Не хватать Этой поддержки Этих Ну С другой стороны Все равно Какое-то Какое-то движение есть Вот сейчас Пошла же По информации Что будет Разрешено Там Ну Тысяч десять Запустить Рассадить Соблюсти Этот карантинный Регламент И так далее Ну Десять тысяч Хотя бы Будут гнать Да Это очень много Ну да С нашими Болельщиками Да И Соответственно Ну Этот В РПЛ Ну Наверное Наверное Как-то не очень Спрашивать Так Ну Собственно Ответ ясен Хотелось бы сыграть Тебе В РПЛ И попробовать себя Есть Мечта такая Ну Мечта Конечно Есть Была Есть Остается Но С возрастом Уже понимаешь Что Скорее всего Может быть В другом Уже Амплуа Тренер Либо В административном Каком-нибудь Поработок Ну Но если позовут Вернешься Не раздумывая Ну Если не найдут На правый план Приедешь Ну Собственно Да Собственно Уже Там На что На что На Илью В этом плане Можно положиться Из Изра Не приехал Из Сараполя Тоже Вернется И поможет Скажи Пожалуйста Ну вот Если так Загадывать На На будущее Немножко Ну Я так Понимаю Что Фильм Это Такое Хобби А вообще Вот В какой Какой Сфере В какой Деятельности Планируешь Реализовывать Себя В будущем Ну Пока Конкретики Нету Не определился Но сейчас Ну Сколько Ладно Хорошо Сколько Сколько Еще Планируешь Поиграть Как Коля Оленик Ну Коля Вообще Легенда Для него Тяжело Будет Доплюнуть Не знаю Год Если Тут Все Будет Хорошо Год Два Три Год Ну Поздравлять Ну Надо Ну Надо Спощаться С Николаем Я думаю Он раскроет Старому Другу Секреты Как До 40 лет Играть Быть лучшим Ну Тем более У вас позиции Схожие Может быть Он меньше Забивает Чем Тем не менее Я думаю По потенциалу И по По здоровью Я думаю Сопоставимые Двое Персоны Поэтому Конечно Желаю Тебе Как можно Больше Продлевать Своё Спортивное Долголетие Хоть ты Не замечен Был Каких-то Таких Отклонениях Все-таки Режимщик И Как говорят Еще тот Поэтому Ну Вот Твои Пожелания Тем футболистам Которые Смотрят на тебя И сейчас И вообще Для тех Кто Для волжам Которые Для которых И ты И твой отец Они действительно Кумиры И Там Уже Легендарные Люди Для Волжского Дай Какие-то Рекомендации Какие-то Наставления Именно Подрастающему Поколению Что нужно Чуть расширить Вот эту Свою речь Которую Ты Проносил Ребятам Более Практические Может быть Какие-то Что надо Делать Чтобы Вырасти До серьезного Ура Тренироваться Отдавать себя Футболу Своему Любимому Делу Никаких Вредных Привычек Всего Себя Отдать Спорту Ну Ты поставил На первое место Все-таки Тренировки Да То есть Тренировки Ну Тренировки Здесь Вот У тебя Какой подход Был Ты Слушал Тренера Или Ты Слушал Себя В этом Плане Доверял Своим Каким-то Ощущениям И Своим Ну Я имею Ввиду Как Твой Организм Лучше Подводить Подготавливать И так Далее Больше Тренера Слушал Нет Ну Я буду Понятно Что там Вариантов Нет Выполняй То упражнение Выполняй Это Но если У как бы У человека Есть там Обратная реакция На свой организм Правильно Ну или там Организм дает Какие-то сигналы Какие-то там Позывы И так далее И В этом плане Здесь у игрока Два выбора Либо там Игнорировать их И продолжать Что-то там Ну Например Если что-то там Подсказывает Что там Болит там Например Или Прислушаться Вот Сделать Какой-то другой Выбор Или наоборот Когда тренировка Например Менее интенсивная Тебе нужен Более интенсивный Какой-то там Тренинг Ты какой Выбор делал В этом плане Лучше сделать Паузу Если там Тяжело Если где-то Болит Лучше Там Паузнуть Потому что Не дай бог Какие-то травмы Сугубления Травм Ты выпадаешь Надолго И опять Заново Все это Восстановление Заново Набирание Формы Где-то Лучше Паузнуть Где-то Лучше С доктором Посоветоваться Как лучше А если Дают Легкие Тренировки После нагрузок То лучше Лучше Отдохнуть Это направлено Чтобы восстановить силы Восстановить Чтобы дальше Было лучше То есть Изучать себя Изучать свои возможности Изучать организм свой И вести его Адаптировать К тем Требования Которые Тренер делает Владислав Логойко Спрашивает За всю карьеру Были ли Предложения Перейти в клуб РПЛ Или вот Что-то такое Ну Мне лично Не поступало Лично Со мной Никто не связывался Возможно Там в клуб Звонили Или какие-то Документы Присывали Но мне лично Никто не говорил Не за руководство То что Есть Предложение А вообще У тебя Агент Есть у тебя Свой Нет Практически Никогда А сейчас Есть Нет По документам Нет Там просил Людей Знакомых Агентов Ну В этом плане Опять-таки По твоему опыту Какие рекомендации Футболистам Дашь Искать агентов Доверять им Или Все-таки Опять-таки Как-то Прислушиваться Себе Как-то Самому В этой ситуации Принимать решение Идти на переговоры Договариваться И все прочее Какой вариант Понятно Для тебя Ты уже Как бы Свой вариант Сделал А вообще По нынешним условиям Как лучше Понять Как лучше Тоже Я не могу То что Сейчас без агентов Вообще Никуда Все клубы Работают Кто с одним Агентом Работает Который Комплектует Команг Кто с другим Молодой Футболист Если у него Есть талант Понятно На него будут Выходить Но если Есть у тебя Талант Попробуйте Сами Родители Договориться С клубом Не Подключая Агентов Работа С агентами Какие Несет риски В твоем В твоем Каких-то Были В каких-то Случаах Когда это Было Не очень Шло тебе Именно С точки Зрения Карьера В моем Случае Я не работал Просто С агентом Но есть Случаи Когда Люди Пытаются Позвонить Агенту Договориться А он Трубки Не берет По месяцу По два Это Агенты С которыми Подписан Контракт Договор И уже Никуда Не денешься Да Ты уже Никуда Не денешься Ничего Не можешь Найти Себе И уже Не он Тебя ищет А ты Просто Бегаешь За этим Агентом Ты уже Сам ищешь Ищешь Сам себе Команды Агент Выполняющий Его работу Да Он не выходит На смерть Ну здесь Конечно Здесь Опять-таки Сложно С тобой Не согласиться Все-таки Опытный Человек Хорошему Вернее Плохому Не посоветует Здесь Надо Все молодежи Тоже С агентами Очень аккуратно Ну сам Вот Как Свою карьеру Оценишь Успешная Неуспешная Можно было Там Как-то Лучше Хуже И так далее Вот эти Вот эти Перепады Они Ну и Как бы Имеем Что имеем Но хотелось бы Конечно Лучше Хотелось бы Может быть Раньше Раньше Начать Играть В свое Время Когда Молодой Был Что-то Сначала Не хотел Футбол Не Ну изначально Хотел Потом Что-то Какая-то Пауза Была Куда Поступать Там Мама Стояла На одном Папа Стоял На футболе Был Выбор Сначала Пошел Физику Изучать Не пошло Вернулся Футбол И Можно сказать Поздновато Чуть-чуть Начал Можно было И пораньше Начать Хотелось бы Поиграть В премьер Лиге Не жалеешь Что Обидно Что Одного Года Буквально Не хватило Для РПЛ Прямо РПЛ Было бы Конечно Таким Хорошим Вишенкой На карьерном Твоем Торте Одного Года Не хватило Буквально По сути По сути Да Может быть Раньше Надо было Как бы Это не звучало Уйти Из рота Когда был Молодой Когда команда Вылетела Может быть И Нашлось бы Какое-то Продолжение Не уходить С командой Во вторую Лигу Но то Что случилось Я Нисколько Не жалею Об этом Илья Ну тогда Не было Этого Такого Этой Карьеры И не было бы И не было бы Такого 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 Человека Как Илья Ионов Многолетний Капитан Абсолютной Авторитет Для всех Болельщиков И так далее И я думаю Что Даже не Извини Вот Честно говоря Даже Глядя Сейчас Да Когда уже Там Ну в принципе Уже много лет Я даже не знаю Что лучше Для тебя В дальнейшем Все что Получилось Все хорошо Потому что я Честно говоря Вообще не сомневаюсь Что Все таки Тебе надо Возвращаться В клуб Тебе надо В том или ином Статусе Все таки Переносить Все свои Вот Все свои Лучшие Качества Которые У тебя есть Ну помимо Футбольных Для того Чтобы помогать Ротеру Для того Чтобы Таких ситуаций Которые Сегодня возникают Их было меньше Потому что Чем больше В клубе Таких людей Которые И сами Прошли Карьеру И сами Сталкивались С таким Отношением Я думаю Что Как бы Не хватает Тебя там Пока Поэтому Давайте Там Конечно Ставрополь Это хорошо Но Надо возвращаться И помогать Как только Пригласят Да Потому что Твой Конечно Твой опыт И Твою Твою Твой Твоя Авторитетность Это Это капитал Это тоже Актив И Соответственно Я думаю Тоже Почему Не 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 Используй Не Используй Ну С другой стороны Как тебя Отговоришь От карьеры Правильно Если тебе Хочется Еще Меч Погонять Еще Получить Этот Драйв На поле Потому что Еще Будет Жеребьевка Кубка Еще Неизвестно Кому Достанется Рот А то Может Приедут Еще В Ставру По Сызранским Конспектам Так что Так что Вот Ну В принципе Илья Вопросы Исчерпали Может быть У тебя Какие-то Есть Пожелания Что-то Сказать Волгоградским Болельщикам Уникальный Шанс Потому что Теперь Ты далеко Теперь Так Вот Ты уже Питюху Не отобьешь Всем Когда Заканчивается Потому что Исландскую Не исполнишь Скучаешь Вообще Да Конечно Скучаю Скучаю По родным По болельщикам По близким По семье А семья С тобой Уже Нет Пока Что Нет Пока Еще В Волжском В Волжском Да Ну Давайте Быстрее Воссоединяйтесь Потому что Чтобы Ты там Тоже Не этот Не кис Чтобы Там Да Обязнь Тяжеловата Пока Да Потому что Ваша Ваша Семья Как Одно Целое И сложно Вас Разделить Давай Успехов тебе Илья Осталось Не так Много Спасибо Что Откликнулся Я думаю Свои слова Я думаю Болельщикам Сегодня Как Такой Илей Потому что Очень мало Позитива Пока С точки С точки С точки Требет Понимания Что Происходит И Почему Это Происходит И Спасибо Тебе Что Часть Ты Конечно Прояснил Хоть Ты Соблюдаешь Корпоративную До сих пор Этику Корпоративные Установки Может еще вернусь, поэтому Нет, просто Ну все, спасибо тебе Спасибо всем Всем больничкам спасибо На сегодня 14 было Выложим в YouTube, я думаю там будет побольше Людей будет побольше Ну вот все равно все с тобой Все тебе сердце шлют Спасибо И все, Денис особенно тут Так что он уже Засел за сценарий Уже второй серии И уже ждет продолжение Тогда уже будет Будет уже Будет уже Зенит побьют Ну все, Илья, пока Все, пока-пока, спасибо